20 апреля здесь был заложен памятный камень. У парка появилось название. Из-за сложного рельефа он был определен как природно-ландшафтный. Эксперты дали свое заключение. Местные жители одобрили благоустройство зеленой зоны. Разработана и утверждена дорожная карта. Проведены работы по сносу аварийных и сухостойных деревьев, произведена очистка от мусора. Прокладывают и ливневую канализацию. Из существующих тропинок сделали дорожки-теренкуры. На таких вещах можно со временем сделать поручни. Каждая горная тропинка-теренкур будет названа в честь района или города Краснодарского края. Площадь всего парка около 15 гектаров. Зайти в него можно будет с нескольких входов с улицы Вишневой, с Макаленкой и даже с улицы Пластунской. Здесь растут многолетние деревья и кустарники. Есть и краснокнижные растения. Сейчас, чтобы вовремя открыть парк, требуются дополнительные рабочие руки. Глава города призывает местных жителей, для которых и, собственно, благоустраивается этот лесной массив помочь рабочим. Они сейчас бетонируют дорожки, пока готовы 200 метров. Чисто физическая сила нужна. И здесь, конечно, было бы хорошо, чтобы жители приняли участие. Более того, если жители примут участие, они будут относиться к этому парку как к своему родному. И, конечно, тогда не будет у нас жалоб на то, что вот здесь провели пикник ночью и вот после себя оставили вот такой мусор. Это должно исключено быть. Где-то детскую площадку там, где можно наравнение сделать. Но главная задача – это то, чтобы создать условия для жителей этого микрорайона, чтобы была возможность и погулять там, где можно, и там, где позволяет здоровье. Ну и для тех, кто более сильный, более здоровый. Есть, конечно, здесь и крутые теренкуры. Мы с вами прошли, это прочувствовали. Парк еще только благоустраивается, а рано утром сюда уже бежит детвора и родители. Они слышали от управляющей компании о том, что требуется помощь и теперь организовываются в группы. Мы, скорее всего, вот с мужчинами нашего дома соберемся и придем тут поможем. Ну, в вечернее время, когда не жарко, когда, возможно, что-то после работы здесь делать. Когда будут готовы тропинки, установят лавочки, скамейки, урны и указатели направления движения. Протяженность пешеходных маршрутов – 3213 метров. Разработан и проект освещения парка. Мачты и фонари начнут устанавливать после 15 августа. Некоторые общественники, не дожидаясь торжественного открытия, готовы уже сейчас сделать будущий парк уютнее. А 19 августа в субботу здесь начнет свою работу лесная мастерская. Те, кто хочет, чтобы парк был не только зеленой прогулочной зоной, но и необычным интересным местом отдыха, могут смастерить и повесить на дерево кормушку или сковоречник, а сами деревья празднично нарядить. Для этого подойдут любые декоративные украшения.